Участие в миротворческих операциях это почетное право, которое достается не каждому, так говорят сами военнослужащие. В этом году более 130 человек из 25 частей вооруженных сил Монголии отправляются с миротворческой миссией в Афганистан. Половина военных знают, что их ждет, они уже служили в горячих точках планеты. По сравнению с Африкой будет проще, Афганистан климатически больше похож на нашу страну. Мы будем задействованы по линии международных акций. До нас службы в Афганистане проходили 6 отрядов, наша смена уже седьмая. Миротворческим силам Монголии 10 лет. За эти годы военнослужащие страны, а это более 6 тысяч человек, приняли участие в миротворческих действиях. Служили в 13 странах на трех континентах. Наша страна, как член Организации Объединенных Наций, с честью выполняет свои обязательства перед мировым сообществом. Мы довольно давно участвуем в акциях по поддержанию мира и безопасности. Должен заметить, что наши солдаты показали себя с наилучшей стороны. Их мужество, знание и трудолюбие оценили коллеги в других странах и, конечно, наш народ. Служба в миротворческих войсках добровольная, но при этом требования к самим военным очень строгие. Самое главное – это хорошее здоровье. Перед отправкой военные проходят 45-дневную тренировку и обучение. Тренировки довольно напряженные и слабые сразу отсеиваются. Командировки только на добровольной основе, при согласии родных и близких. И все же волнение провожающих заметно. Хотя в этот раз монгольские военные будут служить в относительно мирных условиях. Мы скучаем по ним, с нами связываются, сообщают, как наши дети. В прошлом году мой сын за отличную службу был награжден правом бесплатных телефонных звонков. Мы поддерживаем стремление ребят выполнять воинский долг. Командировка миротворцев началась. Солдатам предстоит выполнить свою миссию в составе отряда 7-й смены роты обороны. Долгар Сурен, Атганбат, Аист, Монголия. Долгар Сурен, Атганбат, Аист, Монголия.